новый телефон ну вообще охранившая барышня до новые реснички что смотрите какие у нас ноготочки красивые получились лучше вот так вы же красиво успокойся давай девочки мы сейчас на съемочке и к нам пришел илья и баров здравствуйте у меня теперь есть возможность у него реально спросить за отношения потому что я очень люблю аленку и хочу спросить я скажу так что мы слава богу соленой помирились мы сейчас очень хорошо общаемся воспитываем нашу ляльку вот но как мужчина и женщина мы понимаем что но уже время прошло с аленкой не будем тем более у меня уже отношения долгие с маргаритой уже восемь месяцев вот но при этом я всегда буду уважать ценить любить аленку как мать моего ребенка но я рада это слышать а с девочкой с этой все у вас хорошо да все укрепли любовь я надеюсь что у тебя прям самые крепкие отлично тогда ей респект чтоб не ревновала и аленки поцелуйки спасибо короче все отснялись мы хочу сказать по поводу ебарова вот удивительно если честно что вот на экране смотришь одно впечатление всегда вот какой бы негатив человек не получал комментарии я думаю да у него хейтеров очень много но вот он какой-то немного другой да он самоуверенный мужчина чувствуется харизма энергетика но как-то вот нет ощущения негатива к нему не хочется сказать ой ебаров ты такой там такой не вроде нормальный адекватный мужчина мне вот кажется что на доме 2 все там короче не то чтобы не то чтобы подстроена люди просто высасывают эмоции знают где и делают и все а на самом деле в жизни они могут быть немного другие не конечно 50 процентов есть чертовщинки всего этого ну короче у меня негатива никакого нет от ильи нормальный адекватный парень но он очень самоуверенный хотя он сказал еще что у миши у нашего корона и а он типа прошел это все а я думаю у него все равно корона есть 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 немного маленькая может коронка но осталось привет мои хорошие день следующий я уже на самом деле пришла от зубного помыла голову уже кстати пятый или шестой раз я мою волосы и в принципе мне нравится как они не в желтизну все-таки смывается лучше чем муд краска лонда у меня здесь предыдущее последнее видео кому интересно что я окрашивалась и пепельный кстати подсмылся вот такой натуральный блонд получается без желтизны в общем довольная после поездки чё у меня блин зуб зуб в общем начал уже даже по ныть раскрошился немного начал я к своему стоматологу пошла она говорит выбирая либо удаляем нерв либо удаляем зуб берину конечно нерв потому что у меня есть зубы где нерв удален они еще очень долго держится ну это конечно быстрее взял удалил зуб да а нерв лечить я еще такая очень привередливая у стоматологов я то есть я хожу только к одному стоматологу которая очень трепетно ко мне относится потому что у меня повышенный рвотный рефлекс и вот вот все все и пониженное давление я короче то плачу после анестезии она меня успокаивает потом я под определенным углом держу голову вот она там через каждую секунду спрашивает как тебе ну в общем все под меня и мне это очень нравится нежели когда знаете стоматологи такие так давай все чая сопли распустила есть такие я к таким не хожу вот у меня вся семья лечится у виктории игоревны в ростове есть к костяева виктория игоревна если ее набрать в интернете то в принципе выйдет в александровке находится стоматология я давно уже к ней хожу даже еще с москвы к ней приезжал специально сюда в общем получается что мы удаляем нервы я думала что сейчас приду к стоматологу она мне все сделает и я такая выпорхну перемучившись но нет она быстренько мне сделала там буквально здесь 15 минут положила лекарство который убивает нерв вот и все и сказала что готовься через три дня значит будем чистить канал и удалять нерв я короче готовлюсь потому что это уже не 10 15 минут с открытым ртом это больше в общем морально готовлю сейчас вообще не хочу об этом даже думать ну и чё сейчас пойду отправлять посылочки которые девочки у меня в магазине заказали кстати кому интересно ссылка на мой магазин под видео всегда потом поеду получать посылки которые мне уже пришли в общем впереди много интересного оставайтесь со мной как собиралась выходить анестезия потихоньку сходит зуба она мне сказала что зуб будет болеть но так как нерв убивают вот короче я по-моему не взяла собой обезболивающую надо быстро туда-сюда еще я хотела съездить сейчас телефон хочу себе новый купить в общем то мы уже примерно приноровились там ну присмотрелись к телефону который я хочу и по моему аналогов ему нету он вообще на первом месте даже среди 100 смартфонов сейчас это huawei 20 pro вот стоит он 40 тысячам видео и мне походу надо новый телефон купить но у меня жаба так душит меня если честно потому что этих телефонов просто я же их потом никуда не продаю и не отдаю и вот у меня валяется 5 айфон samsung который я сто лет назад брала huawei который тоже я брала классно прям восхищалась вот ребенок им играет сейчас сейчас вот этот вот huawei у меня сейчас снова возьму huawei уже складируете телефоны и в общем то вот так вот короче в общем ладно поеду заберу мамины посылки смотрите на ее канале новые обзорчики ссылку на ее канал и тоже оставлю под видео кстати хотел сказать помните я в предыдущем влоге мазала немного карвалол чиком карвалол чико карвароль карварole открык карва лальчиком мозг у меня так и не вскочила я же вам каждый день снималась у меня так и не вскочила все она то есть раз чуть-чуть вышло потом раз подсохла исчезла то есть она даже прям даже не вскочило так что карвалол это супер бупер всегда имейте кто болеет простудами всякими, я имею в виду, часто выскакивают, обязательно пользуйтесь моими лайфхаками. Надеюсь, они вам помогут. Ну что, мои крохи, я сделала это. Новый телефон. Спасибо моему любимому за новый телефон. Конечно же. Я уже его поблагодарила, на самом деле. Я давно хотела новый телефон, но мне всё время на него жалко денег, потому что, блин, новые телефоны выходят так быстро, что я не успеваю за ними следить. Только я себе выбрала, ну, хороший телефон, да, он вроде цена-качество, то, что мне нужно было. Тогда ещё этого не было, по-моему, телефона. Раз-раз какое-то время прошло, до года, по-моему, вообще не прошло. Может, конечно, мне кажется, но мне кажется, года не прошло. Как уже новый телефон и стоит в два раза дороже, чем мой тот, который был. Короче, долго я решалась, ну, так как я, знаете, как выделенные деньги на телефон, я могла бы потратить на что угодно. Но изначально я хотела телефон и говорила любимому, что я хочу телефон. И по радио услышала, то есть сама идея купить новый телефон пришла мне, потому что я по радио услышала, что с редистором смартфонов Huawei P20 Pro, именно эта модель. Кстати, это не реклама. Huawei мне ничего не платила, даже не просила, даже не знает, что я сейчас говорю об их телефоне. Короче, по радио именно эта модель была на первом месте. Цена-качество и типа камера, и все там супер-пупер, вот типа цена-качество. На первом месте был этот телефон. Я сразу его отметила. Думаю, так, Huawei мне нравится. Я уже с ним работала. Плюс там камера, все дела, надо посмотреть. Ну и сказала любимому, говорю, хочу телефон себе новый. Вот такой вот как-то одобрямся, не одобрямся. Он посмотрел, говорит, ну да, реально крутой телефон, хороший. Вот, больше всего, конечно, я его из-за камеры беру. Что там реально крутая камера. И даже просто сейчас я зашла в магазин, я еще в Москве хотела его взять, а потом думаю, ну мало ли, что-нибудь мне не понравится. В течение двух недель можно его обменять или принести. Думаю, нет, лучше у себя возьму. И в один магазин зашла в МВидео, их нету, представляете? В Альдорадо зашла, их нету. И только в ДНС, по-моему, я нашла. Вот там был, и то один, по-моему, запечатанный. Представляете? Охренеть. Я говорю, давайте скорее. И я его, короче, повертела, посмотрела, основную камеру посмотрела. Ну, думаю, ну прикольно. Ну да, во многих вроде такая камера размывает фон. Знаете, там портрет. Ну, на айфоне так было, вот с Любашкой мы фоткались. Мне так понравилось, и я захотела такую же функцию, чтобы размывала фон. А потом повернула на фронтальную камеру, смотрю, и на фронтальной камере тоже размывает фон. Это вообще охренительно, потому что на айфоне, у которой, ну, у меня Любашка собирается новый айфон покупать сейчас, на айфоне у нее, который у нее сейчас, ну, хороший тоже. Там только фронтальная камера, короче, не размывает. Только такая. Короче, у меня крутой телефон. Сейчас я его буду разбирать, смотреть. Не знаю, стоит ли делать на него отдельный обзор. Напишите. Может, я его как раз поюзаю, уже пойму там, что как, расскажу. И самое главное для меня еще, чтобы в Инстаграме, я расстроюсь, честно говоря, если в Инстаграме прямые эфиры будут отставать. Я почему, у меня есть айфон 5S еще лежит, я им вообще не пользуюсь. Он у меня лежит чисто для прямых эфиров в Инстаграм. Потому что на Huawei, который у меня сейчас телефон, там отстает звук от видео. Я надеюсь, что с этим телефонов этого не будет. Может быть, это какой-то глюк именно с моделью, какая-то она там несовместимость была. Ну, короче, я сегодня же проверю Инстаграм прямой эфир. Если все будет гуд, то в Инстаграме, вот мой Инстаграм, будут прямые эфиры чаще. Вот. Короче, с телефоном это потом. Я довольно, довольно, на самом деле, рада. Буду сейчас его тестировать со всех сторон, по-разному. У меня, короче, много разных идей. Еще я свет собираюсь новую купить. А еще я встретила свою одноклассницу только что в Ашане. Реально мы с ней не виделись с самой школы. Охренеть. У нее двое малышей. Вообще, я очень радуюсь, когда встречаю людей, которых давно не видела, и у них все хорошо. Я вот смотрю на нее. Двое детишек. Муж на машине. Свой маленький бизнес. Такая вся активная. Прям вообще энергия прет от человека, я вижу. Внешне прекрасно выглядит. У нее также прекрасные здоровые волосы. Оленька. Вот. Короче, рада была видеть. И прямо от человека позитив прет. И я прям радуюсь. Очень радуюсь, когда у людей все хорошо. Потому что не всегда так бывает. И бывает, когда встречаешь, расстраиваешься. Ну, блин, ну почему? А особенно, знаете, как бывает еще в школе. Человек многообещающий такой. Думаешь, блин, у него все зашибись будет в жизни. А встречаешь его потом. А он выглядит намного хуже, чем в школе. И что-то в жизни у него не ладится. И человек весь какой-то в проблемах. И что-то так сердце сжимается от этого. Поэтому я была очень рада видеть, что у человека все хорошо. И вообще супер-пупер. Обменялись телефонами. Возможно, увидимся. С Кристинкой, может, в гости съездим. Вот. Короче, такие дела. Доброе утро, крошки! Ю-ху! С нами Кристина. А она типа, и она не видишь, что снимает. Такая ждет к ней определенного обращения. Так Дэнни прыгает в камеру, ты что? Уже, да? Нет, он прыгает, но сначала он как-то не видит. Мы, короче, едем в один магазин. Не скажем, в какой. Но это магазин, которого вы давно уже просили, чтобы мы сняли видео. Вот. Поэтому мы едем туда. Посмотрим, что там продают. Найдем что-нибудь интересненькое. И обязательно снимем для вас видео. Ну, что, поехали с нами. Короче, мы вас берем с собой. Мы еще не знаем, что дальше будет. И куда мы заедем, куда нас нелегкая сегодня занесет. Дэнни в садике, а мы вдвоем. Блин, девочки, охренеть просто. Два гаджета. Туда снимай, сюда снимай. Инстаграм. Камера. И я, бывает, забываю просто камеру взять. Мы сейчас приехали в один магазин. Это секретный магазин, но вы все его знаете. Скоро у нас будет видео. Мы кучи набрали всего интересного, на самом деле. И главное, что все бюджетное такое. Знаете, копейки прям стоят. Кристинка набрала, там, и еды будем пробовать. Короче, и еще я кое-что нашла, тоже взяла. Тоже будут новые видео. Короче, ну, буду под секретностью держать, ладно? Чтобы была интрига какая-то. Вот, а сейчас мы пришли поесть. Я первый раз взяла бургер с телятиной. Смотрите, какой красивый. И Кристинка тоже его ест. Ну, я, прежде чем поесть, я должна все показать. Вы же понимаете, да? А потом есть. Вот. Ну, попробую, скажу потом. Короче, я сейчас такая голодная, все-таки на возбуждении. Сейчас поем такая. Сравним, короче, до и после меня. Я поела. Бургер такой вкусный просто. Мне кажется, я еще нежнее бургера не ела. Он прям во рту тает. Такой прям. Привет, девочки. Кристина у меня в гостях. Крис, поздоровайся. Привет. А мы готовимся к новому видео. И я вот Кристинка попросила показать, что я на самом деле очень готовлюсь к видео. И если вдруг вы увидите помятый фон, знайте, что я очень старалась. Его гладила. Просто это занавески, и их не очень удобно гладить. Но мы стараемся для ваших глазков, чтобы все было супер замечательно. Чтобы вы видели красивый фон, не помятый. И кайфовали. Так что ждите от нас с Кристиной новое видео. А мне нравится больше помятый фон. Ой, я забыла, что Кристина у камеры стоит. Я сегодня не Криса, держу просто. Оставь это. Привет, мои хорошие. День какой-то там уже не помню какой. Помыла голову опять, смотрите. Следите за волосами. Мне пока все нравится, как все смывается. Но сегодня речь не о том. Короче, сейчас я иду к зубному. Не одно, то другое. То, блин, одна просто, да то другая. Короче, я очень сильно переживаю. И я помню, что как-то я выпила успокоительное перед тем, как к зубному идти. Мне очень помогло. Так что сейчас уже час до зубного. У меня немного слезы тут. Но это не от зубного. Это я сериал там смотрю. Бестыжий. Девятый сезон. Так люблю этот сериал. Семейка Галагеров. Просто, просто. Я им говорю, я смеюсь и плачу с ними вместе. Офигенный сериал. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Бестыжий называется. Уже девять сезонов. Наслаждение. Вот. И, в общем, короче, сейчас я быстро забегу в аптеку. Возьму успокоитель. Наверное, вопосит. Я беру обычно вопосит. Потому что он там самый, типа... Самый безвредный. И, надеюсь, он быстро среагирует. И я уже такая спокойная буду у врача. Короче, беру вас с собой. Не знаю. Я так готовлюсь к этим полтора часам. Мне так страшно. Хотя, с другой стороны, блин, да мне и зубы вырывали. И что только не было. Много чего было. Ну, почему-то сейчас я... Что-то я паникую. На равном месте. В общем, возьму вас с собой. Может, мне с вами легче будет. Всё. Я уже жду у кабинета стоматолога. Только все ушли. Могу пару слов сказать. Я выпила успокоительного. Минимальную дозу. Навопосита. Два с половиной миллиграмма. Вроде бы уже начинает действовать. Я уже так и ехала. Такая спокойная. То есть, нет вот этого прям, знаете, вот здесь прям колотится сердце. Как только подумаю об этом. Я думаю, что всё на самом деле пройдёт, как всегда, хорошо. Просто вот это вот ожидание. Хуже смерти, как говорит моя врач. Ну что, встречайте героя! Да, после зубного... Ой, я ещё так разговариваю на одну губу. Опять я тихо разговариваю, потому что тут, короче, дети, люди. Я стараюсь не привлекать внимания. Но, походу, с камерой перед лицом я её всё равно привлеку. Короче, я герой. У меня вот тут фигня ещё осталась. Я забыла, что существует такой кардамон, называется, по-моему, если я не путаю. Такая резинка, которая одевается. И всё, что делает врач, ничего не попадает тебе в рот вообще там. Летит всё, свистит, дымится. А ты спокойненько лежишь себе. И это... А я думала, что это просто, чтобы рот не закрывался. А оказывается, с резинкой. Так это всё меняет дело. Она мне сказала, я вспомнила, обрадовалась. Всё, сделала уколчик. Один момент был неприятный. То есть я уколы не боюсь делать. Мне их невольно делать, терпимо. То есть абсолютно. А вот... Когда у меня начинает неметь, когда делаю этот укол такой, знаете, ну, как бы глубоко. И анимает, анимевает часть этого. И анимевает часть горла. И, ну, как будто ты докасаешься, и там где-то внутри, да, где маленький язычок, такое неприятное ощущение, вот, немножко рвотное. И мне к нему нужно привыкнуть. И я такая, сейчас, сейчас надо привыкнуть, привыкнуть, что там я не чувствую. Ну, сейчас уже нормально, кстати. Вот. И, ну, вот уже всё, подпривыкла. И всё, она надела мне эту штуку. И говорит, ну, всё, теперь можешь медитировать, лежать. И на самом деле вообще, то есть, всё, реально, там пули свистят. Я нормально там. Короче, кайф. На самом деле, всё время, пока я лежала, у меня одна мысль. Как же прекрасно, как же прекрасно. Потому что, на самом деле, ничего не больно, ничего не летит в рот. Мой мозг отдыхает. Всякие мои паники, страхи отдыхают, спят. Короче, всё прекрасно. Вот. Так что, спасибо моей Виктории Игоревне за хорошую работу. Ладно, всё, теперь еду домой. Сейчас уже малого забирать. Но я рада. И я говорю, посмотрите, пожалуйста, у меня зубы. Мне, может быть, в ближайшее время с чем-то нужно прийти, чтобы чисто кариес и всё, чтобы полчаса и всё. Она посмотрела, говорит, нет, всё у тебя нормально, всё хорошо. Ничего нигде нету. Пройдёшь через полгода на осмотр. Я говорю, вы прямо это, кладись хороших новостей. Так что я счастлива! Привет, мои хорошие! Сегодня что-то вырядилось, такая яркая. У меня ещё ярко-зелёный костюм на ногах. Так, ну и вверху тоже. Так, сейчас я тут по Ростову еду, отвожу заказики, которые мне заказывали. Костюмчики там кое-какие уже заканчиваются у меня. Но всё, продолжают их брать, нравится. Сейчас отвезу клиентки. И потом поеду к друзьям. Вообще у меня суббота. Я так себе уже вымерила, что суббота это день, когда я отдыхаю. Я прям вот с понедельника по пятницу там монтирую, снимаю, езжу по магазинам, что-то беру, идеи генерирую, в общем, да, общаюсь там. Ну, разные дела такие делаю, которые нужны. А суббота у меня прям всё. Мама приезжает. Я там ещё до обеда поделаю, что мне нужно. И прям выезжаю, гуляю. Кристинке написала сегодня. Говорю, можем в кино вечером сходить. Потом я там девочке ногти обещала сделать. Вот, попросила меня, взяла с собой все приспособы. Что ещё? А, ещё я хочу пацану купить кожаные босоножки, потому что я ему купила обычные босоножки. Думаю, ну сейчас раз-раз нога вырастет. Ну, можно взять на размерчик больше босоножки. Но, в общем-то, я так смотрю, что не кожаные босоножки. У нас вот обычные мы там взяли на рынке за, не знаю, сколько там, 500-600 рублей, да? Но лучше взять кожаные, потому что целый день он в босоножках в этих, и у него в сандаликах. В босоножках, босоножках, пацан в босоножках. В сандаликах, да. И нога потеет, и появляется запах. Мне что-то вот это совсем не нравится. Я решила сейчас взять ему кожаную. Пусть там 2,5-3 тысячи где-то детская обувь стоит. Я надеюсь, не больше. Потому что, считай, в этом месте так подрастратилась, что больше своей зарплаты уже потратила. Короче, если сейчас успею, заеду в магазин, куплю. И посмотрим, как ноги будут реагировать на новые сандали. Вот. Ну, вообще, короче, беру вас с собой. Если что-то будет интересненькое, я сразу камеру включу и вам всё показываю. Ну, вообще, охраневшая барышня, да. Беру вас с собой, траля-ля. Сама забыла камеру в машине. Нормально вообще. Короче, купила малому босоножки. Тьфу ты, сандалии. Ёперный театр. Сандалии. Вот такие взяла. Взяла в детском мире, потому что они там стоили чуть-чуть дешевле, чем в Котофее. В Котофее 2,300 где-то, хотя у них даже и Котофеи в детском мире есть. Вот эти вот взяла. Мне вот эта моделька показалась такая универсальная. Тёмная, такая, тёмно-синий-серый. 1999 рублей стоит. Ну, 2000, короче. И там есть, кстати, разные, более громоздкие есть. А здесь прям такая тоненькая кожа. Всё кожаная. Верх кожаные. Стелька тоже кожаная. Мягенькие. Девочки, размер 24. Когда мне показали 24, я такая, да ну нафиг, это на меня, говорю. Пацана, говорю, не такая большая нога. Короче, пришлось мерить. В итоге мама померила и реально говорит, 15 сантиметров. Нога 15 сантиметров. Короче, 24 на наш размер. Я ура довольна. А ещё вкусняшка тут вот у меня из вкуснолюбова. Попозже съем. Мне кажется, так вкусно. И ещё чаёк вкуснолюбови. Очень вкусный. Я уже это говорила где-то, но, наверное, это всё я говорила в Инстаграм. Бля, и звук такой, как будто я микрофон говорю. Да? Вам не кажется, что звук изменился? Малина, лайм и мята. Шикарное сочетание. Очень вкусный напиток. Я, если чё, так опаздываю навстречу. Много тебе девочки делать. Вот, кстати, вот, кстати, вот, кстати, мой бокс. Смотрите, сколько у меня всяких лаков. Это всё лаки. Это я не считаю, вот, всякие вазы, туды-сюды. Так, и мы сейчас выбираем. Покажу. Вот у меня раскладочка есть. Мы сейчас выбираем, хотим сделать... Кстати, фотка далеко у тебя, то, что мы хотим сделать. Мы хотим замиксовать вот этот серенький цвет с каким-то розовым или молочным бежевым. Вот, три штучки. Так, вот такие примерно ноготочки и понравились. Будем делать что-то такое, но у нас нет матового. Тут розовый-матовый. Мы будем делать... Мы будем делать всё глянцевое. Ну что, смотрите, какие у нас ноготочки красивые получились вообще. А, сколько время, кстати? Сколько времени заняло всё? Ну, значит, за час, если мы всё правильно посчитали, сделали эти ногти. Но это с учётом ещё того, что Аня дёргалась, и мне приходилось... Аня дёргалась, и ещё какая-то... Ещё какая-то... Не держи мой средний пальцем. Не держи, я их всё равно покажу. Ещё летела какая-то пыль, и нам приходилось убирать эту пыль и покрашивать, докрашивать. Блин, ну очень красиво я себе сделаю точно такие же цвета. Вообще, мне очень нравится. И ногти у тебя очень красивые. А-а-а, вот так вот мы лежим твоём. Привет! Привет, привет всем, привет! Скажи, привет! Вот так мы спим с Денькой в комнате, а потом Денька прибегает к бабушке, и всё. И тут и книжки читает, чтобы она проснулась. Привет, мои хорошие. День следующий. И сижу и думаю, я вам вчера показала сандалики Денькина или нет? Короче, прозевился, не хотел сначала их одевать. У него всегда вот всё новое, я заметила. Он прям, ну, привязывается к чему-то. И вот новые носки, например, не хочет одевать. Вот новые сандалики. Ну, в общем, я его там уговорами то-сё одела, и потом снимать не хотела. В общем, понравились ему. И сняла, он походил в них, и ноги прям пахнут вот, ну, кожей натуральной. В общем, ноги пахнут... кожаные ноги пахнут кожей натуральной. Вот так. Ладно, сегодня, на самом деле, День Икс. Сегодня последний день кройки и шитья. Сегодня у нас будет показ. Мы собрали все вещи, которые мы пошили за весь этот курс. Все юпочки, кофточки, платьица, брючки. Я, правда, брючки сделала только макет и не стала шить брюки уже те, которые я хотела, потому что у меня не было, к сожалению, времени, и два последних занятия у меня не было. Но девчонки брюки пошили. Вот, сегодня у нас будет показ, фотосессия. В общем, такой девичник. Как отмечаем, радуемся жизни. Вот, я собрала все свои вещи. Там такие луки небольшие придумала. Вот, надеюсь, будут новые фотки в Инстаграме. Инстаграм оставлю здесь. Заходите, смотрите, потому что, ну, здесь вы вряд ли увидите итоговые фото. А вот в Инстаграме я надеюсь, что их будет много прикольных и интересных. Вот такое платье я пришла. Как вам? Это для особых случаев. Думаю, когда мне будут брать золотую кнопку, я его одену. Вам. Сертификат. Красота. Синя. Синя. Привет, мои хорошие. День следующий. Сегодня, наконец-таки, вот вчера я никуда не хотела выходить. Вчера целый день сидела в дом, потому что был ветер и немного пасмурная погода. И я, как чувствовала, думаю, перенесу все на следующий день. А мне нужно было заехать там туда-сюда, короче, ну, кое-какие дела поделать. И вот сегодня я проснулась и смотрю, погода классная, солнышко, 8 градусов, вчера был 1 градус. Я одела уже легкую курточку, одела свой костюмчик и решила одеть вот такую курточку. Она у меня, конечно, осенненькая, но такая яркая. И одела впервые кроссовки за все это время. Вообще, я все кроссовки свои сложила вверх, хотя у меня подружка под зимой я снимала в инстаграме. В сторис, когда ехала в Москву, Любашка вышла в кроссовках, нормально. Вообще, зима, снег лежит, она в кроссовках и в такой курточке, я считаю, весенней. Ну что, красота требует жертв, главное, чтобы не болело. А я все кроссовки свои убрала, и вот сейчас первый раз достала, потому что они по цвету сюда идеально подходят. Они у меня серые, голубые, серые с темно-синим, красные, белые, ну, короче, темно-синие, серо-голубое, вот, короче, все вместе. А еще на завтра я записалась на реснички, завтра у меня будут красивые реснички, еще я сделала себе ноготочки, я их вот все посодрала. Причем вот этот вот гель-лак, который у меня этого цвета был такой, помните, фиолетовые сливы такая, он так легко содрался, даже вообще не повредив, короче, без верхней поверхности ногтя сдирался. Прям клево, думаю, так бы все сдирались. Вот я села за один раз, просто их все подковыряла, так делать нельзя, потому что ноготь портится на самом деле. Ну, вот видите, от разных лаков зависит, тут даже не то чтобы с ногтем, тут даже база осталась, а это прикольно, базу легко вот так зачистил бафиком, и сверху нанес новый красивый цвет. Я, кстати, думаю, какой маникюрчик сделать, если что, покажу вам потом. Ладно, поеду, много дел, много дел, как всегда, я уже почитала два часа книгу, поделала все свои ритуалы утренние. И уже сейчас время полдвенадцатого, и теперь я делаю другие дела. Чуть менее важные, чем утренние, но тоже важные. Ой, мои хорошие, что-то сегодня я уже запарилась, даже в весенней куртке я вообще прям вся вспотела. Хотя я не потею, но так жарко, что я вспотела немножко, ну, образно. Короче, кучу всего накупила. И вот что хотела сказать, что я много чего такого разного накупила на фон. И я уже сказала в инстаграме, это в сториз, и хочу еще раз сказать, что, девочки, если вы видите, у меня какой-то фон, не очень, может быть, видео, да. Ну, как хотите, конечно, хотите пишите, хотите нет. Нет, но я хочу, чтобы вы знали, что я стараюсь над фоном. У меня есть мечта. Я не очень хорошо соображаю с этими фонами, хотя я помню, что раньше у меня это получалось в старой квартире. Но потому что это была моя квартира, я там много чего могла делать, приклеить, отклеить, прибить. А здесь ничего нельзя делать, ничего не приклеишь, я вообще поменяла бы эти обои, которые у меня есть. И много чего сделала бы там интересного. Но, к сожалению, я это делать не могу на этой квартире, поэтому мне приходится изощряться, либо оставлять все как есть. И когда я изощряюсь, я иногда, бывает, конкретно не попадаю. И, бывает, снимаешь видео, думаешь, вау, клевый фон, нормально, зайдет, можно попробовать. А когда ты уже монтируешь, то видишь, что, нет, фон не очень, больше я его использовать не буду. Поэтому, если вы в видео видите, что у меня не очень хороший фон получился, да, то знайте, что я вижу, и я стараюсь. Мы дойдем до того момента, когда будет у нас суперидеальный фон, и ваши глазки будут радоваться. Знаете, я думаю, об этом переживаю. Привет, мои крошечки! Смотрите, какая я красивая сегодня. А все почему? Потому что у меня новые реснички! Да, я сходила туда, куда ходила Кристинка. Она ходила к мастеру Лизы. В Ростове у нас называется бьюти-пространство, называется рука-лицо, очень легко запомнить. Находится в самом центре, и Кристинку туда пригласили. Она сходила. Ей очень понравилось. И мне понравилось, как ей сделали. И, в общем, пока я долго созревала в пойти в салон и сделать реснички, как раз думаю, перед отъездом к любимому, чтобы не краситься, быть всегда красивой, просыпаешься, и ты красотка. Я тоже записалась в этот салон, но пошла к мастеру Виктории. И посмотрела я работы у нее, мне тоже понравились и у Лизы, и у Виктории. Ну, чтобы быстрее попасть туда, потому что я за два дня до отъезда записалась, я говорю, мне либо к Лизе, либо к Виктории, мне и та, и та нравится. Вот, в общем, все, Виктория мне сделала. Пять раз чуть не заснула. Не хотела просто засыпать. Все время хотелось спать, так вот все очень нежненько так делалось, что вообще не напряжно. И достаточно быстро все сделалось. У меня объем полтора. Вообще, я помню, что в прошлый раз я делала реснички, и кто-то из девочек моих подписчиков сказали мне, сделай обязательно 2D в следующий раз. Хотя я делала классику, и мне все нравилось. Я сказала мастеру, ну, сделайте мне 2D. Она говорит, хорошо. Ну, и все. И потом что-то мы разговаривали, я говорю, 2D никогда не делала. Говорю, то-се. Я не представляю, как это будет. Ну, в два раза, чем было, да. Она говорит, ну, у вас реснички достаточно густые, то есть будет так, густо. А я изначально сказала, что хочу естественно, чтобы было. Она говорит, ну, будет не так естественно, как, ну, как бы. Я говорю, а что тогда? Она говорит, а можно полторы сделать. Я говорю, а, полторы бывает. Да, она говорит, бывает полторы, два, два с половиной. Я говорю, тогда давайте, конечно же, полторы делать. То есть два сразу. Мне тоже кажется, что будет очень сильно. Я не люблю, когда очень сильно. В общем, полтора, я сейчас смотрю, мне очень нравятся. Они прям густые, но не так, чтобы прям очень, да, как бывает А вот такие, что прям вообще на камере и на фотках, вообще супер-купер Да и вообще, вот я смотрю сейчас в зеркало, вообще шикарно Короче, полтора, это мой объем Длина 12, ну, то есть это по моим ресницам сделано Отталкивались, а самое длинное, у меня 12 самое длинное И мне очень нравится Теперь буду, походу, делать постоянненько В общем, мне понравилось Так, все, что, я готовлюсь, хожу по магазинам, что-то покупаю, снимаю Может, с кретинкой сегодня увижусь Я счастлива! Под грустный дэнс я отпускаю Ношу любовь только здесь Я оттанцую всю свою боль Вот так я выгляжу, ну, почти в полный рост Хожу Мои очки очень подходят сюда под этот образ Мои новые весницы безумно подходят под этот образ А на ногах кроссы На весне, но на самом деле рано еще я так на весну собралась Прохладно еще на улице Вот как выглядит все, что я купила Курица с грибами, гречка Здесь у нас еще теплая икра из баклажанов Нет, кабачков И вот такой монастырский тортик Ням-ня ушки Пришла домой, осталось совсем немного времени Нужно сделать мне маникюр Тени от моих ресничек падают вниз Смотрите, какая я прикольная В общем, долго я думала, какой цвет ногтей сделать Решила в итоге сделать молочный Прям вот мне по душе интуитивно только молочный захотелось сделать Я еще не зачистила по бокам Но вот такой цвет, мне кажется, очень Прям к лицу мне Правда? Ногти длинные Классно Ну, не длинные, средние длины Но уже круто смотрятся Намного круче, чем каратыши Буду теперь поцелуйку вам так красиво посылать На ногах не знаю, какой сделать такой же Или, может, чупаярч Редактор субтитров А.Семкин